Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Конга в Бенин. Причезонная подготовка команды Конга и команды Бенин, которая в самое ближайшее время появится на поле, по словам Мини Джаров, прошла замечательно. Все футболисты, которые будут играть за команды в текущем сезоне, отработали по полной программе и теперь могут принимать участие в матчах чемпионата. Нет никаких сомнений в том, что календарь для команды Конга и команды Бенин будет не самым легким. Оба клуба являются одними из претендентов на борьбу за чемпионство, а это означает, что от матча к матчу футболисты должны только прибавлять победа, вот единственный результат, на который настраивает своих подопечных руководство, да и болельщики не поймут. Если их кумиры не будут демонстрировать того уровня игры, к которому все привыкли, между собой команды частенько выясняют отношения, причем за последние сезоны матчей команды Конга и команды Бенин можно назвать классикой, это команды на поле выкладываются по полной. Здесь не только отличный футбол в исполнении одних из лучших футболистов современности, но и неподдельные эмоции, борьба, невероятные комбинации и отличные голы, которые хочется пересматривать вновь и вновь. Конечно, наши прогнозисты не смогли оставить такое противостояние без внимания, поэтому ниже можно найти наши ставки на этот матч. Хозяева поля великолепно отыграли притчи зоны и матчи. По словам менеджера клуба, даже новички смогли проявить себя, продемонстрировав, что они вполне способны выходить в стартовом составе и приносить пользу команде. В стартовых матчах чемпионата клуб тоже продемонстрировал хорошее командное взаимодействие, что позволило набрать очки и занять лидирующие позиции в турнирной таблице. Вполне справедливо, что команда «Конга» является фаворитом в матче с футболистами команды «Бенин». Гости сейчас испытывают определенные проблемы, команда пока только входит в сезон. Видно, что не все футболисты еще набрали оптимальную форму, поэтому у клуба пока нет тех результатов, которых от него ждет руководство и менеджер. Нет, команда «Бенин» не аутсайдер, просто футболисты еще не вышли на пик формы. Исходя из этого, я полагаю, что в этом противостоянии нужно ставить не только на победу команды «Конга», но и пробовать играть ее фору. Хорошей ставкой в этом матче мне видится ставка на индивидуальный таттл забитых голов хозяевами поля, а прекрасная форма футболистов команды «Конга» позволит пробить заявленный букмекерами таттл, что принесет бедерам прибыль. И еще одна хорошая ставка в этом матче – общий таттл желтых карточек. Оба клуба никогда не отличались корректной игрой, о вочных противостояниях всегда получали много предупреждений, я думаю, что и в этом матче общий таттл желтых карточек будет пробит на больше. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok